Окей, друзья, итак, ближайшее наше мероприятие, событие и, соответственно, продукты. В целом бы, наверное, хотелось сказать вообще про продукты фонда, чтобы вы сейчас понимали, что у нас сейчас есть, к чему, скажем так, идем, к чему пришли. Первый продукт, с которым в том году мы стартанули, мы начали работать, это продукт доверительного управления относительно доллара. То есть люди нам переводили деньги, все деньги фиксировались в долларе, относительно доллара, мы, соответственно, прибыль фиксировали и выплачивали. Это первый продукт. Второй продукт, который у нас запустился, ICO. То есть мы предлагали, вначале мы покупали криптокредит-карты ICO, кстати говоря, сейчас его тоже можно купить еще как 2 или 3 недели, по-моему, будут продажи. И второй ICO-проект, который есть в кабинетах, через личные кабинеты, продавали мы это в LogMall. Также у нас есть продукт еще Pool ICO, это пока мы участвуем своими личными деньгами, в чем его суть. То есть выбирается определенный ICO-проект, мы заранее говорим, как это, какой мы набираем деньги, соответственно, инвестируем в этот ICO-проект. И потом на выходе мы делим процент, соответственно, прибыли, забираем с данного ICO. Это Pool ICO. Дальше следующий продукт, опять же, давайте я так сделал для криптовалютчиков, который мы запустили, это Profit BTC. То есть это прибыль относительно биткоина, потому что есть та категория людей, которые, ну скажем так, в биткоинах в теме, да, там, или ими измеряют все. К примеру, если вы задаете потенциальному вашему инвестору вопрос, есть ли у тебя криптовалюта, биткоины, хочешь на этом заработать, он отвечает, да, есть. У меня там, к примеру, 10 или 100 биткоинов лежат на кошельке. Я сейчас жду там их роста и через год, два или три я их продам там за 50, за 100 или за 200 тысяч долларов и на этом заработаю. Вы говорите, окей, а было бы тебе интересно, если бы мы количество твоих биткоинов увеличили, то есть у тебя было бы на кошельке, к примеру, не 10 биткоинов, а 12, 15, 20 и так далее. Конечно, человек скажет, да, интересно, как это сделать. Как раз ему в продукт Profit BTC это доверительное управление относительно биткоина, там мы увеличиваем биткоин. Позже мы покажем этот лендинг, еще поговорим об этом подробнее. Далее, соответственно, есть та категория людей, кто к криптовалюте, наоборот, относится негативно, либо не особо там ее любит, либо доверяет. Соответственно, для этих людей есть у нас классические продукты. Первый продукт это 24% годовых, гарантированно относительно доллара, гарантированно нашим резервным фондам. И второй продукт это инвестиции в IPO. То есть IPO это классические крупнейшие компании, кто выходит на международный рынок и начинает там, соответственно, продавать свои акции. Буквально 2 или 3 месяца назад мы инвестировали, было IPO, IPO к Xiaomi, это четвертый или пятый, по-моему, в мире производитель сотовых телефонов, смартфонов. Вот мы, соответственно, инвестировали туда и где-то через месяц, по-моему, мы вышли, то есть продали, соответственно, акции, зафиксировали прибыль в размере 29%. Вот это, соответственно, IPO 29% за месяц, за месяц, да. Да, но там есть лоукап в IPO, там деньги заморожены на 3 месяца, то есть из сделки можно выйти раньше, вот, но деньги в любом случае заморожены на 3 месяца, через 3 месяца их можно только будет вывести, снять, либо дальше в какие-то, ну, направить другие продукты. То есть тем самым вот у нас такой большой широкий ассортимент, широкая линейка, к чему мы на сегодняшний день подошли. И наша сейчас задача каждому нашему продукту, так как их много, не все о них знают, понимают, мы сейчас на каждый свой продукт делаем, соответственно, лендинги. То есть у вас будет лендинг, вот как пример у нас есть, уже вы, наверное, видели лендинг продукта Profit BTC и смогли его оценить. То есть, к примеру, такого же лендинга, да, будет абсолютно на каждый продукт, где там расписана суть продукта, его условия, вот, и этот лендинг, то есть, иными словами, у вас будет на каждый наш продукт ваша реферальная ссылка. Вот, и также на франшизу тоже будет реферальная ссылка, мы тоже сегодня о ней поговорим. Так, что мы по промоушен, по продукту мы поговорим. Объявлен промоушен до конца года на вторую поездку в Дубай, да, Алексей скажет? Ну, тут надо, наверное, сказать, что, конечно же, к этому сезону мы готовы вообще просто, я не знаю, до зубов вооружены, потому что у нас есть продукты на любой вкус. Мы даже с одним продуктом, вот, доверительное управление 24% годовых можем рынок порвать, понимаете, потому что 24% годовых гарантировано нашим резервным фондам, это можно собрать очень много денег. Другой вопрос, что мы не можем туда собрать больше 1 миллиона, потому что пока у нас резервный фонд не такой большой, да, вот он не превышает 1 миллион. Вот, но у нас основное доверительное управление таки будет приносить прибыль, мы с него 10% опять будем направлять в резервный фонд, и он будет расти. Вот, а что вы уже говорите о Profit BTC, этот новый продукт, который, ну, он пока никак не был связан с нашим основным продуктом по трейдингу, да, это разные корзины. Кстати, я сразу хочу ответить на вопросы, именно это разные корзины, да, то есть каждый новый продукт, он не связан со старым в смысле одной кубышки. Они все в одном маркетинге, мы все зарабатываем по одному маркетингу, все реферальные ссылки ведут на одну единственную регистрацию, да, это общее то, что их объединяет. Но кубышки разные, прибыли разные, и это нормальная диверсификация для любого здравомыслящего инвестора. То есть не то, что, естественно, каждый здравомыслящий раскладывает там по разным организациям, но даже внутри нашей организации мы теперь можем предоставить там 6 инструментов. Ну, правда, тут можно оговориться, что в IPO мы там, тоже будет какие-то лимиты, или там в pool ICO тоже будут лимиты, то есть невозможно в него инвестировать постоянно. Будет открываться эта возможность, закрываться эта возможность, но Profit BTC, Profit USD, Deposit 24, это те продукты, в которые можно инвестировать постоянно. И заработать мы с них можем тоже постоянно. Опять же, здесь надо тоже оговорочку небольшую. В каждом продукте свои принципы начисления по маркетингу. Например, если в основном Profit USD, как сейчас мы склоняемся его назвать, у нас прибыль фиксировалась в долларах, и 40% от прибыли от комиссии фонда шло на CCV, то есть на объемы в маркетинг, то с Profit BTC, где прибыли пока за последние 7 месяцев в 8 раз превышают прибыли в USD, если их измерять в одном и том же измерении, например, если в USD измерить в биткоинах, у нас же там прибыль на основном продукте, но она в 8 раз меньше, чем на Profit BTC, тестовая прибыль была. Так вот, но в маркетинг отчисляется в 2 раза меньше, то есть 20%, а не 40% от прибыли. Но так как прибыль была в 8 раз больше, то, соответственно, мы получаем в 4 раза больше. Вот, понимаете, какая фишка. Может быть, это жонглирование цифрами такое устное сейчас не всем понятно, но для этого у нас есть обучающие школы, вебинары, которые мы будем отдельно проводить по маркетингу, вообще разные вебинары, встречи в офисе, вообще разного рода встречи, где мы все это будем пояснять. Сейчас, наверное, мы в один вебинар все эти пояснения не уместим. Кроме того, у нас есть вебинар в четверг, который будет ответом на вопрос, вот мы там будем более подробно все это дело рассматривать. Так что приходите еще и в четверг. Вот, ну, возвращаясь к теме, о которой я стал говорить, мы сейчас гораздо больше вооружены к тому, чтобы взять рынок. Сейчас по рынку прокатилось несколько скамов. Конечно, есть злые языки, которые о блокчейн-фионде пишут и говорят плохо. Ну, как бы, я не знаю ни одного, наверное, проекта, который живет хотя бы год, и о котором никто ничего плохого не написал. Ну, вот сейчас такой дикий рынок, да. Вот, рынок сам себя защищает, регулирования государства еще нет. Рынок дикий, поэтому приходится там всяким криктокритиком выступать и псевдокритокритиком. В общем, каждый разбирается так, как может. Мы будем делать школу финансовой грамотности. Почему будем? Потому что у нас сейчас очень много работают по этим лендингам, по запуску новых продуктов. Но я думаю, что с середины сентября мы уже начнем постоянное обучение. Кстати говоря, ну вот сейчас мы перейдем к демонстрации франшиз, лендингов на франшизы. Вот к этой демонстрации я скажу заранее, что у нас в следующий этап у нас будет готово автоматическое видеообучение в нашем бэк-офисе. И вы сможете уже хотя бы первыми знаниями напичкать всех своих вновь приглашенных. Ну, наверное, на такую... А, да, давай подведем это к... Копорядки, да, блин, по промоушену. Да, по промоушену. Ребят, значит, условия промоушен у нас чуть-чуть легче, чем в прошлом году было. Это 150 тысяч долларов инвестиций лично пригласить. Или сделать 12 тысяч CV. У нас в прошлом году было 14 тысяч CV. Но с учетом того, сколько у нас продуктов и возможностей сделать это... И срок, кстати говоря, не 3 месяца, как было в прошлом году, а 4 месяца. Сделать этот промоушен гораздо проще. Вот, кроме того, у нас уже сайт на английском, на немецком. То есть, опять же, вы берете другие рынки, на английском работает большинство, и индийский рынок, и китайский, и турецкий работают, и европейский в меньшей степени. Но у нас есть на немецком еще лендинг. Так что мы можем сделать гораздо больше бизнес и выполнить условия промоушен гораздо легче, чем в прошлом году. И оказаться-таки в Дубае. Да, я там следующую начну. Программа вступления в BF Partners до 1-го, 10-го, с учетом достижений в предыдущих компаниях. Это Тескан, да, у нас история? Правильно понял? О, да. Это я был инициатором этой идеи. Сейчас сложилась такая ситуация, что на рынке, на рынке MLM или на рынке инвестиций, есть и будут компании, кто, скажем так, нечестно работает, а работают по принципу схемы понции. То есть, иными словами, деньги следующих выплачиваются снов приглашенных людей. То есть, иными словами, люди вкладывают деньги и выплачивают тем, кто зашел ранее. Никакой деятельности в компании не ведется, ни инвестирование, ни еще чего-то какого-то. Им они платят за счет какой-то гарантированный процент и так далее. И последние несколько месяцев закрылось по такому принципу уже несколько больших компаний. И много маленьких. Да, и много маленьких, да. И очень много лидеров, хороших людей, соответственно, остались сейчас без работы. Соответственно, и они сейчас как-то ищут в поиске что-то сделать. Понятно, что к этим людям приходят их инвесторы или их партнеры, спрашивают, что с компанией, верните деньги или как делать дальше. Но, тем не менее, жизнь продолжается. И мы, соответственно, для лидеров и для партнеров данных компаний, у которых там что-то случилось, да, там компания, скажем так, перестала существовать по разным причинам, сделали некое предложение. Вот, соответственно, если вы являетесь там лидером данной компании, у вас есть какая-то ваша партнерская сеть, то мы, соответственно, у нас в фонде готовы вам за ваши предыдущие услуги, соответственно, слово подарить не так, предоставить франшизу или предоставить определенный уровень, да, на котором вы находились, соответственно, в вашей предыдущей компании. То есть, к примеру, в предыдущей вашей компании у вас была какая-то агентская, там, партнерская сеть или сеть инвесторов, и под вами было, я не знаю, примерно, полмиллиона долларов, да, соответственно, у вас был оборот в вашей сети в предыдущем проекте. То мы, соответственно, берем вас к нам в фонд на этих же условиях и, согласно вашему обороту, полмиллиона долларов, начисляем вам уровень, например, у нас там М1, да, там уровень? М1. М1, да, соответственно. И еще дарим франшизу. Дарим франшизу, да, определенную. Но, опять же, не дарим, предоставляем, да, потому что ее отработать надо, ну, как бы мы же не благотворительная организация, по бизнес-плану надо будет выполнить объем. Да, там есть определенные условия в течение, к примеру, там, да, вы трех месяцев должны там подтвердить те объемы, которые у вас были до этого, но все выплаты, все начисления вам будут уже по-новому вестись с этого же дня, да, грубо говоря, в этот же день вы уже будете получать по-новому, да. То есть, грубо говоря, вы приходите со своим статусом, со своим уровнем, это очень, на наш взгляд, интересное предложение практически там для всех лидеров и активистов по каких-то там компаний, у которых там что-то, да, скажем, подключилось или компания закрылась или разорелась там, ну и так далее. Я на своей шкуре это испытал, как это выгодно, потому что, когда в прошлом году мы начинали бизнес в августе как раз, сейчас тоже август, вот, у нас же еще не было личного кабинета с расчетами, то есть, личный кабинет был, мы видели там инвестиции, но расчетов не было. Расчет первый был только 20 января, ой, ноября, 20 ноября, но расчет был произведен таким образом, как будто мы все сделали объем за один день, то есть, как будто все объемы прошли 20 ноября. И, соответственно, вот какой ранг там выполнен был, вот весь этот объем был посчитан по этому рангу. Иначе, иначе бы я там ДМ1 до 300 тысяч получал бы 0% с бесконечности, да, только с 5 уровней его получал, и потом бы еще получал 5% до 750 тысяч, а я выполнил 750 тысяч из-за всего объема получил сразу, не скажу сколько, но денег было завались, очень даже прилично. Поэтому это хорошее очень предложение, я думаю, что я заработал раза в два больше, чем бы я вот так вот по рангово шел и получал. Да, то есть, иными словами, с вами вы сразу же приходите уже к нам в фонд со ставством, с уровнем, нежели бы просто бы начинали с самого начала до этого ставства уровня куда-то идти, но вам нужно будет, соответственно, эту историю подтвердить. Вот, за подробностями также обращайтесь там к лидерам, к нам в личку, там мы подробно об этом расскажем, покажем, как это все. Ну и самое главное, завтра будет вебинар, который у нас посвящен специально. Да, точно, в 15 ноября завтра у нас вебинар как раз по этой теме. Вебинар будет вести в основном Алексей, потому что он у нас профессионально врубился в эту программу антискам. У него есть аудитория людей, знакомых с его компанией, да, и он, я, ну, слово спаситель, наверное, так звучит пафосно, но этот человек, которого я воспринимаю, как человек, который помогает людям, которые потерпели финансовый крах в той компании, вместе с компанией, естественно, восстановить свои позиции и заработать денег. Вот, и Алексей завтра, он сейчас как раз присутствует в нашей вебинарной комнате, Алексей завтра очень подробно вместе с нами обо всем этой программе расскажет, так что приходите, кого это интересует, я думаю, всем надо прийти, чтобы понимать подробности об этой программе. Далее, следующий запуск новых лендингов по партнерским франшизам в BF Partners. Это, соответственно, чуть позже мы также покажем демонстрацию, как она сделаем, и позже подробнее расскажем, покажем, как это и чего это. Вот, дальше. Да, я только скажу два слова. Ребята, это новая вещь, мы вообще не думали даже в лидерском совете, что это можно сделать, а вот основатели предложили очень разумно. То есть, это лендинги, которые продают франшизу. Вы знаете, что 70% с франшизных денег идут в маркетинг. 70%, ребят. Это не 40% с комиссии фонда, с прибыли, да, там, половину прибыли инвестору, и только с комиссией 40%. Это, или 20% как профит BTC, это 70% со всех денег идёт в сеть. Это очень жирно. И вот с этого жирного у нас теперь будет два разных лендинга по продаже франшиз. Одно для больше сетевиков, а другая для больше тех бизнесменов, которые понимают слово франшиз. Вот, так что сейчас, когда мы переключимся в снет-лендинг, вы поймёте, о чём идёт речь. Так, дальше, внедрение нового бэк-офиса. Это тоже в ближайшее время мы озвучим, когда это примерно будет, или, возможно, уже начнётся переход. Из-за слова скажи, что там будет такого особенного? Ну, в новом бэк-офисе мы полностью всё начнём делать, подключать наши задачи в новом бэк-офисе. Много чего сделать интересного. В первую очередь, подробную статистику для инвестора, где инвестор будет видеть не общий график доходности, а его личный график доходности, там, сколько, куда, чего, партнёры будут видеть все там объёмы, можно будет детально смотреть объёмы, там, развернуть, кто куда, откуда обводит и так далее. То есть, такой полноценный. И дальше, что мы ещё хотим сделать, это уже позже в следующем, такую некую CRM-систему, где будет полностью система учёта и контроля ваших партнёров, или, как мы ещё называем её, автоспонсор, да, где человек достаточно будет зарегистрировать в систему, ему там уже и ролики будут выдаваться, всё, чёткий пошаговый план, ну, система контроля, там, делать, ну, что-то или не делать, почему у него есть результат, или почему у него нет результата. Это вот так же мы там всё планируем сделать. А автоматическое создание биткоина-эфириума-кошельков? Это там же всё это тоже будет, да. То есть, этот бэк-офис, он будет на блокчейне полностью или частично реализован? Да, 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 да. Вот, давайте, а такие бэк-офисы есть ещё у кого-то? Потому что, ну, я не знаю, что-то, ну, особо, вообще, конкуренты есть. Да, вот, да, я вопрос, я начал вспоминать, если кто-то, так и никто не делает, по-моему. То есть, это ещё раз, друзья, доказывает, что мы в блокчейн-фонде надолго. Да, я не знаю, кто-то такие сделал, вы в МЛМ или в криптовалюте? Я так понимаю, вы ни на кого не ориентируетесь, никого не слизываете. Очень, 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 и иногда очень тяжело, если на что-то придумать, сделать, реализовать, и потом, увидите, реализуем, это же не гипотеза, потом собираем вас обратную связь, улучшаем, делаем лучше и лучше. Ну, несмотря на то, что у нас уже сделано, реализовано, на сегодняшний день я даже не знаю, тоже, вот, прямо, компании, кто столько сделали, сколько мы там, да? Особенно, вот, сейчас мы перейдём на продукт профит-битс, а там вообще космос. Ну, мы на него уже, вот, переходим, мы уже 10 битков собрали. Да, давай дальше. Запуск нового, не, мы должны всё сейчас озвучить, я имею в виду то, что у нас тут заявлено. Запуск нового продукта, инвестиции в IPO американских компаний. Это также есть новый лендинг, у каждого также будет в личном кабинете лендинг, и можно будет инвестировать. То есть, там суть какая? Примерно раз в 1-2 месяца появляется более-менее нормальное IPO, да, то есть, аналитики смотрят, куда лучше инвестировать. И в это IPO, соответственно, будет срок, там, я не знаю, там, недель или 4 недель, чтобы успеть отправить деньги и поучаствовать в нём, да, соответственно. Потом заявки, ну, то есть, деньги, приём денег завершается, и IPO выходит на рынок, и там, соответственно, мы уже смотрим текущую доходность, и фонд самостоятельно фиксирует, продаёт. Условия там работы примерно следующие. Lockup, то есть, деньги замораживаются инвестора на 3 месяца, то есть, раньше 3 месяцев вывести нельзя. Но продать акции можно уже через неделю, через 2 после начала торгов. То есть, как говорится, зафиксировать прибыль мы можем там уже через 2 недели. Чтобы не попасть в даун, да? Да, 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 да. И потом, соответственно, уже сидеть, ждать просто потом, когда уже у нас... А за это время можно инвестировать ещё раз? Нет, то есть, деньги там, они находятся, соответственно, на счету там компании. И это всё только долларовая история? Это долларовая история, да. То есть, там будет какая-то комиссия за... ну, свифт-перевод там что-нибудь такое? Там будет, да, комиссия за ввод какая-то, да, потому что это там свифт-перевод за рубеж. И мы там берём тоже процент за успех. То есть, ребята, я ещё раз поясню, чтобы было совсем понятно. Если у вас есть человек, который, ну, клиент какой-то, да, там, друг знакомый, который о крипте вообще слышит, не хочет вообще. Ему всё это далеко и глубоко, знаете, вот вообще не хочет, не верит он в неё. Вы присылаете ему ссылку на конкретный лейдинг на IPO. Всё, он ничего другого не видит. Он видит только это. И он инвестирует только в это. И всё другое ему голову не морочит. Кстати говоря, в личном повинете будет, наверное, разделение партнёр и клиент, да? Да, наверное, да. Чтобы просто клиент ничего лишнего не видел, да? И вот что касаемо IPO, мы вкладывались в Xiaomi, было IPO, вложились. И мы где-то, ну, то есть продали уже акции примерно где-то через месяц, я не помню, там, 3 или 4 недели мы зафиксировали. И, соответственно, там, и, понятно, ждём, когда закончится локап эти 3 месяца, чтобы вывести деньги. Вот, дальше запуск нового продукта Pool ICO. Ну, кстати, чем-то схож или похож на IPO. Такая же история, то есть, ну, находится ICO, которое удовлетворяет всем нашим условиям и требованиям, которое прошло всевозможные скоринги. И мы, соответственно, объявляем срок, будь то это неделя, 2 или 3, за который, который у нас есть для сбора денег в это ICO. И опять же, ограниченного количества денег. Да, опять же, ограниченного количества, здесь именно ограниченного количества денег. В эфире, да? В это ICO, да. Оно работает относительно эфира, то есть там идёт увеличение эфира, то есть вся прибыль в эфире. И потом, соответственно, мы вкладываемся в это ICO и ждём, пока токены выйдут на рынок, на биржу. Дальше их реализуем и берём 10% от прибыли. Вот. Дальше дойдём с запуска автоматизированных обучающих курсов и партнёров. Это тебе, наверное. Ну вот мы уже коротко коснулись того, что новый бэк-офис будет предполагать некую CRM-систему, но здесь я сразу хочу всех настроить, что надо запастись терпением, потому что это делается с чистого листа, то есть основатели ни с кого это не копируют. Очень трудно, знаете, подойти к программисту, показать пальцем, вернее, легко было бы показать пальцем, сказать, вот сделай вот как вот здесь вот, да? Мы так сказать не можем, поэтому приходится всё рисовать, фантазировать, вот прям лепить как есть эту скульптуру, вот здесь вот это должно быть, вот здесь это, а вот это нужно, а вот это не нужно, а это запутает только наших клиентов, а это нужно как раз, а это клиентам, а это партнёрам, и всё это требует определённое количество времени. Я, конечно, понимаю, что анонсировано это было ещё весной, что появится такой личный кабинет, но в процессе фантазия разыгрывается, хочется сделать ещё серьёзнее, ещё круче, ещё на более долгий срок. И ещё там какой-нибудь антизлом ещё новый какой-нибудь придумать, антибот там и так далее, и так далее, да? И поэтому это всё, ну вот, затянулось, но сейчас это уже последние какие-то дни, уже почти практически переходим на новый кабинет. И я так понимаю, что мы не вставляем эти обучающие видеоролики, мы там 10 штук уже подготовили, которые, конечно, я прошу каждого из вас по очереди отсмотреть. Почему не вставляем? Потому что проще это вставить уже в новый кабинет с новым функционалом, да? Возможно, да, так и будет. Подумка, это будет реализоваться технически. Единственное, что сразу тоже скажу, что мы подготовили 10 обучающих роликов, но там ещё нет ролика, это новая презентация фонда, и она раньше, чем в конце сентября не появится. Потому что мы должны отточить вот сейчас новый вид презентации с учётом всех новых продуктов. И там не будет ещё пока маркетинга, потому что мы тоже, опять же, сейчас всё должны устрясти, всё договориться, как все новые продукты будут действовать на квалификации, как всё это будет распределяться. И тоже не раньше, чем в конце сентября, а то и в октябре запишем эти два ролика, но пока можно смотреть без них. То есть третий, четвёртый, пятый, до двенадцатого ролика можно будет смотреть. И опять же, мы попросили программистов запрограммировать так, чтобы пока вы не посмотрите один ролик, вам не откроется следующий. И так каждый ваш человек. И более того, система может отслеживать, как это вообще было просмотрено. Просто кликнули, открыли или смотрели. Вот такая фишка. Сумаслое обновление, основная программа, это что? Разморозка средств фактически. Да, то есть, ну тут надо сказать несколько слов о том, альты, у нас же все деньги в основной программе остались в альтах. Вот, естественно, все вместе с нами, с придыханием, наблюдают за этими альтами, как всё это идёт, куда движется рынок, биток там уже до 7 тысяч, а сейчас дорос. Альты пока ещё валяются, вот как это будет всё. Потому что все, кто средств... Альты растут, да. И быстрее растут, чем биток. Вот сейчас мы Андрею дадим слово, ну или потом, когда Андрей уже будет завершающее говорить, я думаю, он добавит. Поэтому здесь об этом продукте, о разморозке как бы речь. Потому что всем нам хочется зарабатывать, не только нам как партнёрам, не только нам как инвесторам, но и основателям самим, и фонду хочется зарабатывать с этого продукта основного доверительного управления. Потому что там сейчас большинство денег, в остальные все продукты мы только-только начали собирать деньги. Конечно, мы хотим, чтобы эти деньги не валялись на асфальте, а чтобы они росли, чтобы они увеличивались и чтобы мы с них зарабатывали. Как инвесторы, так мы, так и фонд. Вот, поэтому что здесь можно сказать? Или мы Андрея уже в конце попросим? Ну там в конце есть уже, что можно сказать. Ждем тут средства временно замороженного, три месяца. У всех один интересный вопрос, смотри, какова вероятность того, что к 17 октября, когда трёхмесячный срок заморозки пройдёт, мы их разморозим? Вероятность большая. Гарантия меня надать никто не может, но вероятность большая. То есть мы специально взялись с запасом, чтобы сделать и отторговать всю эту историю, чтобы можно всем безболезненно было выводить и безболезненно для именно доходности и всех инвесторов фонда. А вот это огромное количество отрицательных новостей про то, что биток не начнёт расти раньше, чем в следующей весной. Это всё манипуляции рынка, что ли, в основном? Ну, может быть, есть какие-то прогнозы, мы тоже всех смотрим, в тенденциях к тому, что к концу года закроется положительно для нас и для фонда, и для всех инвесторов. Будем ещё вольт и вольт? В плане вольт и нет, пока у нас уже набрана длинная позиция, у нас набрана, то есть наша задача какая. У нас остались одни длинные позиции, мы сейчас эти длинные позиции стараемся сокращать с минимальными потерями. И там уже все ордера на лабажность. Да, и в любом случае, опять-таки, статистика будет такая же, что всё равно 20%, там 10-20% у нас будет всё равно находиться в дальних позициях, в длинных позициях. То есть стратегия? Это правильно стратегия, да. Показано, что там будет почаще что-то там есть, в общем, у нас как это правильно сделать, вот уже по-другому. И кстати, да, вот очень часто тоже задавающий вопрос, если мы тестили вот этих, эту группу трейдеров, да, которая на профит БТЦ нам сделала прибыль 410%, ну, не нам, к сожалению, вам, да, так скажем, вот, ну и не вам, да, тестили, да, они нам показали такую прибыль. И мы сейчас собираемся, ну, вернее, вот уже начинаем, да, делать эти прибыли в профит БТЦ, у всех очень частый вопрос. А в наше основное доверительное управление этих трейдеров можно допустить? То есть могут они взять деньги из кубышки основного доверительного управления в USD и тоже там торговать? Пока это разная история, потому что они торгуют относительно битка, а там торгуются относительно доллара и позиции могут быть разные. Позже посмотрим, как это будет, потому что там система устроена таким образом, что деньги, скажем так, ну, напрямую там им в управление, там, да, сейчас попадают, и там всё отлажено. Вот, и вообще продукт профит БТЦ сейчас мы к нему подойдём, и там более детально на нём остановимся, я там подскажу, покажу, как это всё работает. Я тогда с профит БТЦ еще тебе вопрос задам, смотри. Значит, сейчас график у нас там не вверх, да, он так вот болтается кое-как, да. Почему? Потому что всё в альтах, и торговать там нечем просто фактически, да, всё в длинных позициях. Ну, а там хоть, я не знаю, 5-10% есть свободных денег, которые торгуются. Или всё в долгу? Нет, большинство всё в долгу, большинство, а маленькая какая-то сумма, наверное, есть, где в коротких позициях очень мала. То есть эта сумма, иными словами, не влияет на губрина большую. Ну, опять же, мы записывали видео, вы там показывали, ты конкретно показывал себе биржу, то есть можно, в принципе, знающего человека отослать к этому видео, и там можно спокойно посмотреть, в каких позициях что и как торчит, правильно? Простите за мой французский. Последнее, давай, про правил и процедуру. Естественно, все наши договорённости, всю нашу работу мы фиксируем в письменном виде, в смысле правила, по которым мы... Сейчас пока единственное, что мы опубликовывали, это правила этики. Дважды мы опубликовывали первичные правила, потом обновлённые. Текст маркетинга и правила процедур мы ещё не опубликовывали. Ну, то есть, ответственность партнёра, ответственность компании, инвестора. Потом, по каким конкретно правилам написано, да, попунктно, работает маркетинг-план. В деталях, в подробностях. Потому что пока есть это только на видео, а в текстовом виде этого нет. Вот мы это всё готовим, там процентов на 90 мы всё это написали. Мы сейчас утрясаем оставшиеся 10% каких-то стратегических моментов. И я думаю, что, может быть, в октябре мы готовы будем уже их опубликовать. И в личном кабинете у всех партнёров будет возможность скачать и ознакомиться с ним. Вы тоже, чтобы все знали, что мы ведём такую работу. Потому что мы хотим работать долго, и, естественно, правила эти долгие. Они должны быть написаны. Прекрасно все знают, что в скамовых проектах... Один, кстати, из признаков скамовых проекта, но нет таких правил. Потому что, ну, что их писать, это очень долгая работа, трудная достаточно. Согласовывать всё это. Что их писать, если там через месяц-два закрываться, да? А у нас эта работа идёт, и скоро она будет всем видна. Я буду помедленнее. То есть мы сейчас перешли на лендинг, который называется ProfitBTC.B.DeficeFan.io. И у вас уже в личном кабинете, позже покажу, есть у каждого реферальная ссылка на этот лендинг. Дальше на каждом продукте будет свой лендинг. Здесь, соответственно, первая страница. Ну, здесь написано, что это настоящая торговля на криптовалюте. Потому что везде и в предыдущих проектах и историях настоящей нету, и я что-то не видел. Ну, и дальше написано, что это самый прозрачный, безопасный, эффективный сервис заработка на криптовалюте. А я добавлю, что это без пафоса. Потому что вот покажите мне хоть одну компанию, которая реально показывает то, как она торгует. Вы знаете, есть даже закрытые трейдеры и закрытые истории без всякой сетевухи, без рефералки. И то они трейдят так, чтобы туда не вмешиваться. Часто такие стратегии есть. Так что это без фафоса все сказано. Далее. Нижен показано. То есть это не просто. Есть некая гипотеза, что мы сейчас будем торговать, у нас что-то получится. Здесь показан тестовый счет команды трейдеров, которая сейчас будет заниматься только этим продуктом. Здесь показано, что они в декабре 2017 года завели туда 100 биткоинов. И соответственно к июлю там уже было на счету 500, да по-моему? 500-10. 500 там биткоинов. Соответственно прибыль за 6 месяцев составила более 400%. На это есть видео. То есть мы специально сняли видео и его прокомментировали. Ниже можно скачать в Excel историю торгов. То есть видна каждая отделка, как, что они делали, что заходили, что покупали и продавали. Кстати, я мотивировал бы всех нажать эту кнопочку скачать историю торгов просто для своего ликбеза. Потому что это полезно посмотреть, как и что там было. Профессионалы поймут, что там к чему. Непрофессионал не поймет, но все равно посмотреть, поковыряться там эти все криптовалютики, посмотреть во что входили, с какой прибыли выходили, вполне себе интересно. Дальше ниже мы видим текущие показатели. Или старт, то есть запущен этот наш продукт 6 августа. Это немножко некорректно. Мы тесты начинаем с 6 августа, а запустится только он вот-вот сейчас. Опять же, тесты не торговли. А тесты по вводу-выводу, перевода на бирже. Да, тестовые суммы. Ну, тестовые сделки делали маленьким объемом специально копеечным. Опять же, не эти трейдеры, а просто так делали сделки. То есть смотрели, как иными словами это все дело отображается на данном лендинге. В автоматическом режиме. То есть этот лендинг, иными словами, полностью в автоматическом режиме работает. Дальше мы видим сумму в управлении. То есть тут вся сумма, которая есть в управлении у этого продукта, у этих трейдеров. То есть если вы сейчас можете даже самостоятельно зайти, перевести, попробовать, не знаю, там, пример, там, один биткоин. Вы увидите, как он у вас тут же отразится и, соответственно, общей сумме отразится. Да, и еще хочу здесь что заметить. Вот видите, как раз ты хотел это сказать. Пардон, я твой хлеб заберу. 0% рост в БТЦ. О чем это говорит? О том, что трейдинг у нас еще не начался. Он начинается на этой неделе. И заметьте, у нас, когда мы начинали, вот 21 августа, уже не тестовые суммы, а настоящие, свои деньги закидывать. Мы начинали с 0,5 БТЦ. Сейчас там уже 10 БТЦ. То есть 9,5 битков мы закинули, а у графика нет повышения. Это говорит о том, что это не сумма инвестиций в управлении на этом графике, а только прибыль. То есть компания сумму инвестиций не учитывает вот здесь на этом графике. Она учитывает только рост этой инвестиции как прибыль. Далее, соответственно, наш стандартный классический график. То есть мы взяли, что наш токен или пай фонда, назвали мы его BFB, то есть блокчейн фонд биткоин. То есть так мы его обозвали. Единицу измерения было принято от единички считать. И, соответственно, мы тут будем видеть в режиме реального времени как раз сутки будет изменяться курс нашего токена или нашего пая. Соответственно, если трейдеры будут делать плюс, то он будет увеличиваться. Если минус, то, соответственно, будет уменьшаться. И также здесь в процентах все будет. Опять же, дату мы изменим на дату, когда начнется торговля. Да. Дальше, тут внизу мы можем увидеть структуру портфеля. То есть, с ними словами, где находятся все деньги. То есть, где находятся вот эти вот 10,5 биткоинов. Как мы можем здесь увидеть, что 95%, да, или здесь вот cold storage, это холодный кошелек, то есть куда нам поступают деньги. То есть 9,6 биткоина находится на холодном кошельке. И здесь пока мы, на сегодняшний день у нас две биржи, на которых мы будем осуществлять торговлю. Это BitMix и Binance. Там находится по 0,2 биткоине значительная часть. Это вот как раз те самые тестовые суммы, которые будут просто переведены, чтобы посмотреть, как этот лендинг отображает. Да, все верно. То есть, все прямо в режиме реального времени. То есть, вы увидите, как с холодного кошелька на бирже попадут деньги. Тогда, скорее всего, начнется торги. Дорогие, мы думаем, что уже, скорее всего, начнутся на этой неделе. Почему? Потому что сумма, все-таки, у нас слишком маленькая для данных трейдеров. Сами понимаете, у них только на одном счете. Сейчас порядка, там, тысячи биткоинов. Наши 10 им вообще никуда. Вот. И, соответственно, тут еще ряд технических моментов, как мы сейчас тут интегрируемся, да. Чтобы все это тут же, так же дальше отображалось. То есть, ребята, заводим деньги больше, чтобы ими можно было нормально торговать и заходить в хорошие сделки, хорошими объемами. Дальше тут мы видим в режиме реального времени историю ввода и вывода. То есть, если вы сейчас попробуете, прямо сейчас зайдете и отправите на этот продукт деньги, вы увидите, что здесь у вас отразилась транзакция. Например, там один биткоин, и он добавился к общей сумме, да, здесь 10 стало 11. И тут вы увидите хэш-транзакции. Тут все можно даже прямо слить по хэшам. То есть, хэши активные. То есть, я сейчас могу, вот здесь, допустим, есть, не знаю, там, полтора биткоина человек перевел. Я могу посмотреть хэш-транзакции, то есть, да, то есть, как, чего, куда, в кое время, где он был, куда зачислен. А давай зайди там на буферный кошелек компании, да, вот куда это было переведено. Вот этот, да. Вот если, кстати, вбить номер кошелька, тут, то есть, видно, всего получено 10.06. Итоговый баланс 9.6. Да, потому что на бирже закинуто, а 9.6 там лежит в кошельке. То есть, все можно проверить по хэшам. Сколько денег, таким словом, на наш кошелек поступило, сколько ушло и куда ушло. Все это можно было, будет проверить. И вон по датам там все видно. Все это видно, все совпадает, все те же хэши. И можно перейти на лендинга, посмотреть, как это отображается на лендинге и увидеть полное совпадение. Да. То есть, дальше мы идем, видим историю перевода. Здесь отображается перевод с нашего холодного кошелька или буферного кошелька на бирже. То есть, вот видно, что 0.06.08 по 0.225 битка мы отправили на BitMEX и на Binance. Тут тоже есть хэши. Если зайти в блокчейн, я тут тоже показал, вот эти консдаты, вот эти транзарсы по 0.0.225 битка мы, соответственно, переводили. Это все можно в историю также посмотреть. Для тех, кто в подводной лодке, объясню, что хэши и блокчейн – это открытая система. И чем блокчейн хороший, почему так все пищат по этой теме, по криптовалюту, по блокчейн. Потому что это абсолютно открытая история. И любой человек может зайти и все проверить. На каких кошельках, какие объемы, что к чему. Единственное, что она, эта история у нас несопоставима с личностями. Как это называется-то? Ну, короче, неизвестно, за каким кошельком кто стоит. А так-то, по хэшам этих всех кошельков, по этим всем длинным циферкам, можно видеть, что и куда, как идет. То есть, открытая история. И еще ее невозможно подделать. Потому что надо ждать, когда ноды подтвердят эту всю историю. Поэтому все прозрачно. Дальше, следующий у нас раздел и блок – это история сделок. Как он устроен? То есть, на бирже открывается какая-то сделка. И после того, как эта сделка закроется, здесь стоит фильтр. Здесь, на данном лендинге, в автоматическом режиме показываются все именно закрытые сделки. То есть, открытые сделки вы здесь не видите. А как только она уже закрылась, вы, соответственно, ее видите. И он тут все показывает. Так же все в автоматическом режиме. Но единственное, что простой человек, опять же, кто в подводной лодке, он не сможет прочитать это. Да. Кстати, еще стоит оговориться, что здесь сделки копируются с двух бирж, с BitMEX и с Binance. Там есть не совсем, скажем так, правильное отображение сделки для человека. То человек, как принято было, допустим, за, не знаю, там 10 рублей я купил картошку, да, там, ну, или там акции такие-то, или монету такую-то. Если я ее за 15 продал, то профит, в принципе, 5. Здесь немножко некорректно, неправильно сделки отображаются, где-то здесь их надо переворачивать. После того, как мы начнем торговать, мы позже запишем видео, там, или некую инструкцию, ликбез, как правильно считать. И мало того, на Binance и на BitMEX разное отображение сделки, разная история, там, торговли, да, скажем так. Потому что Binance это больше как там exchange, да, то есть обмен той валюты на другую. А BitMEX это мы там торгуем лотами, да, там определенными. То есть там, ну, разное, скажем так, отображение. Позже мы тут дадим еще комментарий, как правильно их здесь смотреть и читать. Ну и дальше мы также, я не знаю, думаю, что каждый месяц мы, наверное, будем заходить на все эти биржи, записывать видео, либо также выгружать историю торгов, чтобы вы видели, что это все соответствует. И тут я поясню, тоже свои две копейки вставлю, именно поэтому, ребят, это все, знаете, не за одну неделю делается. Если кто-нибудь решил сделать какой-нибудь скамчик, который там, наверняка сейчас нас будут копировать, вот этот сайт Profit.btsc, 100% кто-нибудь начнет копировать. Я, кстати, знаю уже, кто уже начал такую историю пытаться делать, повторять. Вот, но только они будут пытаться копировать, так как, по своему, по скамовому, то есть будут рисовать все это дело. Рисуется это все просто и быстро, за недельку можно все там бац-бац-бац. А по-настоящему, это, знаете, это интеграция настоящая с биржиной. И это все не так просто. Это сейчас две биржи, потом еще третью, четвертую подключат. Они там по-другому, там другие программисты по-другому все это дело как-то там соединяют. Вот, поэтому это тоже займет какое-то время, понимаете. Вот, надо понимать, где оригинал, а где копии не очень удачные. Поэтому надо о самых крутых продуктах. Дальше здесь, ну, наше преимущество описано, ниже описаны условия. То есть комиссия фонда от любой суммы инвестиций 50%, минимальная сумма инвестиций 0,1 биткоина и срок, соответственно, на трех месяцев, то есть на три месяца средства замораживаем. Да, тоже тут скажу свои две копейки. Очень многие люди в проектах каких-либо, ну, даже не после этого слова скам проектов, они привыкли видеть только свою прибыль и не знают при этом, сколько зарабатывает компания. Да и, в принципе, их никто этому не обучает и их это не волнует. Но так как у нас открытая история, абсолютно открытая, мы вынуждены, мы тоже думали, может быть, показывает только прибыль инвестора, ну, а как мы тогда покажем транзакции все, вот эти биржи, прибыли общие. Поэтому мы показываем всю картину и дальше все эти прибыли надо делить пополам, потому что инвестору только половина от этой прибыли. Поэтому вот такая история. К этому надо просто привыкнуть, если вы не привыкли. Также есть предложение для VIP-клиентов, если у вас есть сумма от полумиллиона долларов, то, соответственно, вы открываете счет на бирже, на свое имя или на ваших доверенных лицах, предоставляете нам API-ключи. И с вами закрепляется индивидуальный трейдер, он будет торговать только лишь на, соответственно, вашем счету. Вот здесь ваши средства абсолютно в полном контроле и безопасности. Мы имеем доступ только торгам, можем совершать сделки buy и sell. Вы, соответственно, полностью имеете доступ к аккаунту, к выводу, в любой момент можете наши API-ключи нас отключить от этого. Такой тоже уникальный сервис, в принципе, для любого крупного инвестора, если он как-то что-то переживает за свои средства или чему-то не доверяет. То есть мы постарались сделать полностью понятный продукт, отобразить это на лендинге. Можете создать обратную связь, с чего, на ваш взгляд, нам тоже это полезно, не хватает в лендинге. То есть что еще здесь может быть непонятно. На наш взгляд, конечно, может все тут понятно, очевидно, а на чей-то другой взгляд или на ваш взгляд тут может чего-то где-то еще не хватает. Также можно написать свои предложения, ними словами, и пожелания к этому супер открытому продукту. То есть все есть прямо на основании. Так, давайте я пойду в личный кабинет, пока там люди пишут. То есть в личном кабинете сразу скажу, у нас появилась ссылка Profit BTC, то есть инвестиции в биткоине. Здесь, в принципе, все, грубо говоря, написано. Инвестиционная программа Profit BTC. Да, надо сказать, что инвестиции мы переименуем. Инвестиции мы переименуем, да, в прибыль в долларе, а Profit BTC это отдельный продукт, инвестировать только через него. Здесь, соответственно, все написано, инвестиционная программа. Здесь есть ваша реферальная ссылка, то есть вы ее можете копировать. То есть как она отличается, она просто Profit BTC, то есть префикс там есть такой, и ваше окончание ссылки. Также тут написано минимальная сумма, срок вклад за мражность, то есть все написано. И дальше мы тут должны ввести сумму, то есть обратите внимание и, пожалуйста, доносите это до ваших партнеров. Если люди хотят инвестировать в Profit BTC, то это нужно делать через вкладку Profit BTC, то есть не через пополнение счета, а прямо напрямую заходите на этот продукт Profit BTC, пишите сумму в биткоинах, например, там я хочу инвестировать 10 биткоинов, да, соответственно, пишите с договором согласен инвестировать. Ниже у вас отображается ваш кошелек, на который нужно перевести как раз те самые 10 биткоинов, скопируете ссылку и переводите. Также обратите внимание, здесь мы пока работаем в сервис, который называется BitApps, то есть вначале ваши средства попадают на сервис, то есть на транзитный кошелек, а потом этот сервис уже нам отправляет деньги, то есть этот сервис берет комиссию 0.002 биткоина, еще там есть комиссия майнеров, в принципе, наверху тут все записывается, записывается там комиссия сети, то есть комиссия майнеров и комиссии сервиса. Поэтому сейчас хэш транзакции на перевод отличается от хэша транзакции на лендинге, потому что он идет вот через этот битапс. Да, потом это сделано для ускорения, чтобы нам быстро это запустить, позже мы сделаем это через свои ноды, то есть которые у нас уже есть, грубо говоря, это мы сделаем через нас напрямую. Дальше, соответственно, вы, грубо говоря, туда деньги инвестировали и ниже и ниже, потом вы будете видеть сумму, то есть как посмотреть, инвестировали вы или нет, ниже, позже вы будете видеть сумму, сейчас покажу, как это будет у вас реализовано по-быстрому. То есть после того, как вы инвестировали, где-то в течение, может, получаса или часа, в зависимости от скорости сети биткоина, да, они у вас дойдут. Вот так ниже у вас появятся ваши инвестиции, дата 17.08, сумма в BTC 0.01, да, это была тестовая сумма и количество, да, соответственно, токенов. Это вы у себя там позже будете видеть, то есть я думаю, что здесь я вам все подробно, наглядно, я думаю, что объяснил и рассказал. Так, дальше, сейчас я покажу еще и также в разделе команда у вас будет ваша личная ссылка. Сейчас я это также покажу в разделе команда у вас есть уже две ссылки, дальше ссылок будет больше, то есть видите, у вас есть реферальная ссылка для партнера на центральный лендинг, вот она, BFOND REF и Profit BTC, есть ссылка, то есть ее также можно скопировать, и также есть ссылки на все соцсети и отправить. Мы сейчас покажем еще три лендинга на презентацию и два лендинга на франшизы, и эти все ссылки на эти лендинги также будут в этом разделе. Также у вас будет в разделе команда, там, ну и в других соответствующих разделах также у вас все соответственно будет. Но я также еще раз поставлю акцент, что можно нажимать на соцсети, и там уже REF ссылки уже зашиты. Он может даже нажать на Телеграм и сразу написать кому-то сообщение. Да, окей. Так, давайте дальше. Просто по презентации в офис. А, это лендинг на приглашение, вот, да, лендинг на приглашение на презентацию в офис, то есть здесь будет целый лендинг, и вы можете приглашать, пока это сделано в Москву, там, в принципе, данные, они динамические, мы можем город менять, время, там, место, ну и так далее. То есть это, в принципе, лендинг на приглашение на любую презентацию. То есть здесь вот видно бесплатная презентация самого доходного криптофонда, дальше там, ну, 13 тысяч регистраций у нас, 5,5 тысяч инвесторов, полторы тысячи в франчайзе, столько процентов у нас получилось окупаемых франшиз за первый год, 31 месяц подтвержденной историей торговли на крипте. Тут вверху вот Москва-Сити. Дальше, что вы получите на презентации, спикеры, ну здесь в данном случае мы как руководство фонда указаны СМИ о нас, то есть что мы являемся самым прибыльным российским фондом из ссылки на СМИ. Здесь будет видео, здесь еще раз оставить контактные данные, если у вас остались какие-то вопросы, соответственно, здесь также форма обратной связи. И у каждого будет ссылка, опять же, своя реферальная, где здесь можно с ним будет работать. И также, к каждому, примеру, региону, городу или стране мы можем сделать такой лендинг, и вы можете тестировать и приглашать тем самым у себя на презентацию, лить там платный трафик и закрывать людей. Пока это бесплатный пакет, потом по дальнейшему будет платный. Да, пока это бесплатный, дальше сделаем платный. Пользуйтесь пока это бесплатный. Ну может даже платное сделаем по рефералке, ну в смысле по партнерке. Так, давайте дальше, в то время уже много. С маркетингом. Это лендинг, как мы говорили, как его назвать правильно? Это на продажу франшиз. Лендинг на продажу франшиз, где целевая аудитория, MLM-предприниматели, сетевики, вот больше для этой аудитории. Лев, что тебе, Саня? Ну, почему мне? Почему мне? Потому что, да, я работал над текстами, так что если здесь что-то кто-то видит непрофессионально, то все шишки на меня. Я думаю, что никто этого не увидит, потому что здесь все классно сделано. Вот видите, ну во-первых, вот эти фразы основные, видите, у нас баннер под BF Partners, да, отличается от блокчейн-фонд. Почему? Потому что мы вот так вот визуально разводим две аудитории клиентов, а клиент у нас это блокчейн-фонд, это чисто инвестиционная компания, да, и партнерку, партнерка у нас BF Partners. Видите, какой красивый логотип, круто, здорово, девизы классные. Вот, ну и дальше пошел такой профессиональный лендинг. Скоро он появится у нас в доступе со всеми реферальными ссылками, поэтому сможете посмотреть сами. От миллиона рублей в месяц и больше заработок. Ну, соответственно, на другом языке будут не рубли, будут та валюта, на которую мы переводим, евро или доллары. Вот, здесь будут видео основные, драйвовые такие, а возможности заработать на франшизах. Вот, и здесь то, на чем зарабатывают франшизеры. То есть, на, вот, внимание, здесь наши основные продукты. Зарабатывать на профит USD, профит BTC, инвестиции в ICO, как разовые, так и пулы ICO, депозит 24% годовых, инвестиции в IPO. Вот на всех этих продуктов можно зарабатывать. Плюс еще и продажа франшиз как таковая, о чем я говорил, потому что 70% со стоимости франшиз идет у нас в маркетинг. Вот, здесь разница между франшизами, то есть, чем они отличаются, чем выгоднее. Ну, видите, на первом месте стоит нормальная франшиза за 10 тысяч долларов, и дальше уже для тех, кто не видит уверенности в своем бизнесе, может быть, да, и хочет попробовать что-то более маленького. Или просто не имеет средства на эти франшизы более дорогие. Вот, что там входит в пакет этих франшиз. То есть, отличие франшиз вообще от обычных франшиз, которые есть на рынке, все это можно будет почитать, презентовать, ценности компании, и с чего начать, что и как. Вот, собственно, и весь лендинг теперь твой, для тех, кто бизнесменов франшизы покупает. Следующий лендинг у нас тоже по франшизам, но он больше для целевой аудитории, то есть, для предпринимателей, которые покупают и нацелены на классические франшизы, то есть, это типа, купи там, не знаю, там, кофейню, купи какой-нибудь там суши или шоколадницу, ну и подобная франшиза. То есть, это здесь написано, ваш профессиональный бизнес на привлечении инвестиций, платформа, да, то есть, здесь дальше указано о фонде, что мы самый крупнейший фонд, и 5000% сделали за 2017 год, также направление деятельности. А, нажми на направление, то есть, забыл нажать. Кстати, тут можно, они активно нажимаются, то есть, нажать на доверительное управление, здесь подробно, то есть, валюта счета, там, USD, инвестиции, там, ну и так далее. То есть, на каждое, если нажмете, то есть, каждое активно, то есть, инвестиции в ICO-проекты, валюта учета, инвестиции в IPO-инвекционной компании, то есть, здесь все подробно, это рассказано, продажа франшиз, то есть, так все это подробно есть, то есть, они активные. Далее, партнерские франшизы указаны, что в них входит, там, что не входит, в какие дальше отличия нашей франшизы от обычной то есть, к примеру, на нашей франшизе нет о, у нас ездит, нет royalty, низкая сумма входа или паушальный взнос то есть работа по всему миру, бизнес безограничный неограниченный доход, возможность путешествовать быстрый запуск бизнеса быстрая окупаемость возможность семейного бизнеса, отсутствие сезонности нет ежемесячных или постоянных расходов самоокупаемая франшиза у нас опыт знания сфер криптовалютов во франшизинге не обязателен то есть, это вот, именно прямо для франчайзи сделано, такой лендинг так, что еще все мы, наверное, будем показать да, мы больше ничего не хотели показать на ответы на вопросы мы сейчас не успеем у нас для этого есть специальный четверг но вопросы можно кидать вот, через лидеров задавать у нас только, видишь, Алексей и я поставили оценку нашему продукту остальные не сподобились так все, вопросы у нас будут в четверг а завтра у нас вебинар по поводу подумайте, кстати говоря наверняка у вас есть какие-то не знаю, там, друзья знакомые или знакомые, знакомые, знакомых кто где-то попал или пострадал вот, каких-то историй то есть, есть такое, что компании закрылись а эти лидеры у них там была группа людей либо группа инвесторов и они сейчас где-то в поиске или что-то где-то ищут то есть мы, соответственно, на выгодных условиях для этих там активистов или лидеров этих проектов можем предложить условия участия в нашем фонде и, соответственно, они дальше уже могут сотрудничать с нормальным надежным партнером работать и зарабатывать там серьезные деньги подумайте завтра на эту тему у нас будет в 15.00 вебинар вот там мы будем подробно рассказывать об этих условиях также наши партнеры расскажут уже успешный опыт как они общаются как они привлекают туда да, соответственно, людей где берут людей с этих проектов какие есть проекты ну и завтра будут отдельные слайды вот Алексей их как раз подготовил которые на понятном тем людям которые пострадали в этих проектах к языке презентуют всю нашу историю что, почему, к чему почему именно фонд ответы на вопросы основные то есть вот закрытие практически всех возражений завтра Алексей нам продемонстрирует фактически все на сегодня да, ссылка на завтрашний вебинар она у нас уже есть в чатах ссылку на послезавтрашний вебинар мы, наверное, сегодня соорудим и тоже в чаты поместим самое сейчас важное понимать что ну до конца года мы планируем ну и много аналитиков соответственно прогнозируют что рынок криптовалюты будет активно расти и соответственно сейчас самое время самое то начинать активно привлекать инвесторов и строить партнерскую сеть почему то есть, к примеру давайте представим что до конца года там мы как фонд ну и рынок криптовалют вырастет там в 2 или в 3 там может и в 4 раза и соответственно давайте посчитаем сколько вы заработаете если на сегодняшний день вы там одни или у вас есть сумма какая-то уже у нас в управлении то вы заработаете одни деньги если под вами уже есть 10 человек или 10 инвесторов это другие деньги например у Алексея команда несколько сотен человек и там соответственно сотни тысяч долларов он заработает совершенно другие комиссионные на этом росте чего и вам соответственно желаем то есть к этому росту нужно быть активно готовым чтобы сейчас как раз заводить людей основной месседж для людей то есть вы видели что биткоин стоил 6-6,5 сейчас уже 7 то есть сейчас самое время активно успевать вкладываться чтобы до конца года заработать очень-очень хорошие деньги на разных продуктах и в том числе на продаже франшиз которые сейчас у нас уже будут не просто как бы франшизы там будет обучение вшито все Андрей Витальевич скажешь? все сказали у нас на этом все поэтому завтра у нас вебинар по поводу как мы его называем? антискам антискам, да а послезавтра в четверг в 19-го у нас вебинар ответы на вопросы ну и соответственно еще раз на нем расскажем о всех наших продуктах антискам